Разрушены десятки тысяч жилых домов и дачных участков, пришли в негодность дороги и мосты. Тысяча семей осталось без крова. К таким потерям Иркутская область оказалась не готова. Выводы обязательно будут сделаны позже. Сейчас самое главное – оперативно справиться с последствиями масштабного бедствия. К аварийному восстановлению привлечены армия, полиция, спасатели и добровольцы. Общая численность группировки – более 3,5 тысяч человек. Обеспечение охраны общественного порядка, оказание всесторонней помощи у населения, восстановление коммуникаций и очистка территории города от мусора и развалившихся строительных конструкций. Кроме этого ведутся работы параллельно по восстановлению водоснабжения, восстановлению канализации, работают люди, техника. Завалы разберут, а новые дома придется строить всем миром. Сейчас в областном правительстве готовы к реализации сразу несколько проектов. От жилищных сертификатов на приобретение вторичного жилья в любой точке Приангария до предоставления земельных участков для строительства, включая помощь с материалами и финансовыми средствами. Производим работу по тому, чтобы сделать так, чтобы люди получили жилье в замену траченного. Пока, с учетом того, что вода не отступила, определить общие цифры или конкретные цифры сложно, но мы проработали ряд вариантов. Это строительство там же, в тех же муниципальных образованиях, на новых площадках. Сейчас совместно с муниципалитетами эти площадки выбираются. Деньги для реализации каждого из вариантов в бюджете есть. Их выделил регион и федеральный центр. Семьи получили по 10 тысяч на человека. Это не возмещение ущерба, подчеркивает губернатор, а оперативная помощь для решения первоочередных проблем. С 30 июня пособия получили 16,5 тысяч сибиряков. С сегодняшнего дня пострадавшим начнут выплачивать компенсации за утраченное имущество. Каждый член семьи получит от 50 до 100 тысяч рублей, в зависимости от потерь. Актуальный в потопленных городах пока остается оказание медицинской помощи. В больницах находится 338 человек, в том числе 59 детей. Активно продолжается вакцинация. Сегодня ночью в Тулун доставили препараты вакцины от гепатита А. Крупную партию Москва выделила из Росрезерва по просьбе губернатора Сергея Левченко. Прививают не только население, но и силовиков, участвующих в спасательных работах. Неделю наши медработники, врачи, медсестры, фельдшера в круглосуточном режиме работали на пунктах. Оказывали перечную медико-санитарную помощь, хирургическую помощь. Выдавали из-за льготных лекарственных препаратов, в том числе инсулины. Жалоб, нареканий нет. Пока врачи и медсестры оказывают помощь на местах, бригады медиков посещают каждый дом. Кабинеты в поликлиниках разрушены, так же, как и другие социально значимые объекты. Ущерб еще предстоит оценить. По предварительным подсчетам, только на восстановление мостов и дорог местного значения понадобится не менее 800 миллионов рублей. И, конечно, достаточно большое количество объектов социальных, детских домов, школ, больниц, детских учреждений. Их порядка 37 на сегодняшний день признаны пострадавшими. По ним сейчас, где вода ушла, как раз комиссионно определяется стоимость ремонта, либо реконструкции. Есть несколько объектов, где, очевидно, придется строить новые. Сегодня Сергей Левченко принял решение предоставить отдельные меры соцподдержки жителям подтопленных территорий. Помощь получат садоводы, утратившие имущество, в том числе сельход посевы, домашнюю птицу и скот. Компенсации составят по 4,5 тысячи рублей за одну сотку. Порядок выплаты областное правительство разработает до 1 августа. Продолжение следует...